Книга «Открытый моком» том 2. Тема Лапкин книги. Вопрос 837. «Есть ли у вас болезнь забывчивости, которая подвержена большинству современных людей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отец у меня обладал просто феноменальной памятью на животных и в рассказах о людях, с которыми он когда-то встречался. При описании моей биографии в газетных статьях это слово феноменальное, уникальное. Энциклопедические знания применяются в отношении меня. Это не соответствует действительности, так я думаю. Мои знания очень ограничены. Я не имею никакого специального гуманитарного образования. Но я всю жизнь учился и учился непостижимо много, запоминал сотни, если не тысячи стихов Библии, неимоверное число стихов разных поэтов. И добивался этого не по одному прочтению, но при многократном повторении. Я постоянно пользуюсь записями и на следующую неделю по дням и часам расписываю себе расписание в двух экземплярах. Один стоит передо мной, всегда у телефона, а второй в правом кармане рубашки, в кавычках, карман памяти. И я обращаюсь к нему как к своему компьютеру. Помню во время проповеди, когда мне было 23 года, я забыл на память какой-то стих. Перенадеялся на себя, и мне стало так горько и обидно, что я скомкал проповедь и с печалью сошел с кафедры. Я страшно испугался, что Бог лишил меня разума и память, и стал об этом молиться и плакать. Слово Давида я отношу к себе, псалом 91, 15. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Но я не знаю, что растет в моем огороде перед глазами, мне это просто не нужно. От забвения читается десятая утренняя молитва к Божьей Матери. Ни один грех так не поражает память, как блудный. По милости всемогущего Бога, Он провел меня среди множества пожаров невредимым и сохранил мою память до сего дня. Меня уже не раз упрекали разные люди, что вот мы где договаривались, а ты забыл. Пройдет день-два, и они в этом упреке раскаиваются, ибо они сами забыли мне что-то сказать. Говорят, что когда вскрыли мозг Ивана Петровича Павлова, когда ему шел уже девятый десяток лет, то он был у него свежий, как у 18-летнего юноши. Считаю, что на втором месте из того, что более поражает память, это телевизор, компьютерные игры и болтовня, осуждение кого-то. Нужно постоянно читать молитвы, размышлять о дивных делах Божьих, постоянно мыслить и неотличенно, спроси и не знает человек, о чем думал. Но думать нужно конкретно, чтобы составлялись и предложения, и можно было мысли зафиксировать на бумагу. А если вот так запиши, о чем думает, то получится такой кавардак, такие лохмоти на ветру времени, одежда чучела огородного, в кавычках джам, махерея куриная.